Изобильная Никак иначе не могу назвать заботу Бога о нас с вами. Она очевидна в творении. Создавая святые, чтобы мы ими любовались, Бог не сотворил только три вида. Один на весну, один на лето и один на осень. Это бесконечное разнообразие цветов, форм и размеров. Они цветут повсюду и не в наших силах составить полную их перечень. Я уверен, Бог мог сотворить один овощ, в котором были бы все витамины, и сказать «Ешьте его и молчите», но он так не сделал. Он сотворил брокколи, цветную капусту, спаржу, фасоль, свеклу. Бесконечное разнообразие форм, цветов и текстур. Если бы овощи создавало правительство, овощ был бы один. Серый. И такой, знаете себе, вялый. И кривой. И невкусный. Бог творит не так. Не аплодируйте. Это плоская шутка. Мы видим изобилие Божьего обеспечения в творении вокруг нас, и это столь же верно в Его духовной заботе о нас. Я уверяю, жизнь с Богом — это лучшая жизнь, которая может у вас быть. Каким бы ни было напряжением, какой бы ни была сегодня ваша борьба, у Бога есть для вас приглашение. Не бойтесь Его принять. Возможно, Он просит вас что-то оставить, а вы не хотите изо всех сил держитесь за это. Жизнь с Богом — это самая лучшая ваша жизнь. Начнем со 2-го послания Коринфянам 5-й главы. «Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвую за грех». О ком здесь идет речь? Набы Иисусе. Бог сделал Иисуса, который не знал греха, жертвую вместо нас, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом. Удивительное обещание. Бог позаботился о нашей с вами праведности. Свяжем это со стихом из послания к римлянам. Из 5-й главы, 17-м стихом. «Ибо если преступлением одного смерть царствовала посредством одного...» Кто этот один? Адам, первый человек. «То тем более приемлющие обилие благодати и дар праведности будут царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа». Новый Завет называет Иисуса вторым Адамом. Обведите слова «дар праведности». Кто из вас знал, что праведность — это дар? «Это то, что вам дарят?» «Вы это не заработали, не достигли?» «Если вы что-то заработали, это уже не дар». «Дар праведности» стал для нас доступным в Иисусе. Праведность — это громкое, религиозное слово. Но у него простое значение. Быть праведным — значит быть способным стоять перед Богом без страха, вины и стыда. Это ваша личная способность в отсутствии пастора, родителей, супруга или детей. Способность стоять перед Богом без страха, вины и стыда. А вот что значит быть праведным. Почему это так важно? Библия говорит, что каждого человека ждут две неизбежные встречи. Смерть, а после смерти — суд перед Богом. Это ваш последний экзамен. Если вы знаете об этих встречах, вам наверняка хочется быть там без страха, вины и стыда. Вам меньше всего хочется стоять перед Богом в панике с чувством вины и стыда. Согласны, да? Второго шанса не будет. Это билет в один конец. Вы рады? Праведность — это необходимость. Библия говорит, что это не выбор. Никто не войдет в царство Бога без праведности. И тут возникает проблема. Мы, как потомки Адама, рождаемся во грехе. Нам не нужно учиться греху. Мы не планируем отдавать своих детей в школу, где их будут учить невоспитанности. Вы слишком честны. Мы научим вас лукавить. Кабинет 101, проходите. Как использовать истину себе во благо. А здесь кабинет 301. Мне не нужны такие уроки, верно? Я родился со всеми этими умениями. Я родился, уже имея в себе такие навыки. Мне не нужна помощь, какого бы я ни был возраста или размера. В этом и проблема. Библия говорит, когда Бог сотворил Адама и поместил его в Эдемский сад, он позаботился обо всех его нуждах. Он сказал, все, что есть в саду, твое. Наслаждайся. Я даю тебе власть над всем этим. Владычествуй. Но есть одно «но», не трогай одно дерево. Что сделал Адам? Он пошел к этому дереву. Он пренебрег всем, что у него было. Библия — это история потомков Адама на планете Земля и их отношений с Богом. Вот о чем эта книга. В ее сути история о расе бунтарей. Мы начали с бунта и продолжаем. Во всей книге. Год за годом, поколение за поколением, культура за культурой. Меняется контекст, меняются формы правительства, меняется мир, а люди остаются бунтарями. В этом и проблема. Если мы не будем стремиться в царство Бога, приняв его праведность, с этим бунтом придется что-то сделать. Нам нужна помощь, чтобы измениться. И вот в чем суть повестки дня. Как обрести праведность? Можно ли ее купить? Или взять в аренду? Или в рассрочку? Или заработать? Как ее достичь? Если вы решили достичь ее сами, для этого есть технический термин «самоправедность». Если вы берете этот путь, то знаете, Божий стандарт — это абсолютное совершенство. Споткнувшись на каком-то этапе, на любом этапе, даже самым незначительным, вы виновны. Речь не о будущем. Если вы когда-то споткнулись, самоправедность — это довольно трудное испытание. Есть альтернатива самоправедности и своим попыткам — это принять дар праведности. Бог достаточно о нас позаботился и сделал праведности доступной для каждого. Это потрясающе. Мы только что об этом прочитали во втором послании к Коринфянам. Что там сказано? «Ибо незнавшего греха Он сделал для нас жертвой, загрех, чтобы мы в нем сделали справедными перед Богом». Прекрасно! Что на это сказать еще? Жизнь с Богом — это самая лучшая жизнь, которая может быть у вас. Она принесет больше всего радости и удовлетворения. Ничего лучше ее нет. Но пойдем далее. Грех — это испытание. Давайте назовем грехом все то, что уводит вас от Бога. Любое отношение, любое действие, слово, все то, что поворачивает вашу жизнь так, что вы уходите от Бога, — это грех. Бог предупреждает нас и говорит не совершать его. Мы склонны думать, что грех — это список каких-то запрещенных действий. Многие из вас в какие-то периоды своей жизни думали, что Бог говорит «нет», потому что не хочет, чтобы мы хорошо провели время. Он желает, чтобы мы были как истуканы, одеты в черные, всегда серьезные. Нет, есть много причин, почему такие мысли проникают в наш разум. Бог предупреждал нас о грехе не потому, что хотел лишить нас удовольствия. Он предупреждал нас о грехе, потому что заботятся о нас. Послание к римлянам, 6 глава 23 стих. «Ибо возмездие за грех смерть, а дар Божий — жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашему». Итак, пятая глава римлянам. «Посему как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили». Результат греха всегда один. Когда совершается грех, это всегда заканчивается разрушением. Бог любит нас, и это одна из необъяснимых истин Библии. Бог любит нас. Библия нигде не поясняет, почему Бог нас любит. Она просто говорит об этом. Если прочитать всю историю и посмотреть на мир, это и правда трудно объяснить. Кажется, что люди не любят Бога. Однако Бог любит нас. Написано, «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного». Он возлюбил не горы, не морской берег и не закат. Он любит людей и заботится о них. Вы знали, что Бог вас любит. На минуту забудьте о глобальных вопросах. Подумайте о том, что Бог любит вас. Вы важны для Него. Бог знает о нас самое худшее. То, что никогда не должны показать на экранах в церкви. Бог знает об этом. И все равно нас любит. Меня это изумляет. Вы помните, что жизнь с Богом — это самая лучшая жизнь. Бог любит вас. По этой причине Бог ненавидит грех, потому что грех разрушает людей. В 13-м псалме сказано, «Сказал безумец в сердце своем, нет Бога. Они развратились, совершили гнусные дела, нет делающего добро. Господь с небес презрел на сынов человеческих, чтобы видеть, есть ли разумеющий, ищущий Бога. Все уклонились, сделались равны непотребными. Нет делающего добро. Нет ни одного. Если предоставить нас самим себе, отделив от Бога, ни один из нас не достигнет праведности. Никто из нас не будет хорошим». Это очень важная мысль. Третья глава римлянам. Нет праведного ни одного, нет разумевающего. Никто не ищет Бога. Все совратились с пути. Нам нужна помощь Бога, чтобы обрести праведность. Хочу немного поговорить об этом. Порой мы думаем, что Бог делает людей праведными по некой божественной рулетке, или наугад. Он касается кого-то и говорит, «Ты будешь праведным». Я обнаружил, что мы смотрим на окружающих и думаем, что им легче быть праведными. Им намного легче, чем мне их коснулся Бог. Просто раз и все. А в мою сторону? Он, кажется, даже и не смотрит. Вам кажется, что Бог дает этот дар выборочно? Но это не так. А нам, наверное, так хотелось бы. Нам бы хотелось, чтобы праведность всецело была даром. Но жить праведной жизнью — это решение. Праведность — это то, что дает нам Бог. А праведные решения в жизни — это дар, который вы даете Господу. И это не происходит просто так. Это рождается из вашего характера, и из вашего сердца. К сожалению, нам говорили, что если сидеть в церкви, носить подобающую одежду и прилично себя вести, все будет в порядке. Потом мы возвращаемся в реальную жизнь и упускаем всю радость. Праведность становится доступной для нас с вами только благодаря проявлению силы Бога. Видя Адама в Эдеме, мы понимаем, что сила Бога проявилась с самого начала. Земля была безвидна и пуста, но Бог сказал, и все стало деменоваться. Венцом творения стало то, что из земной пыли Бог сформировал человека, вдохнул в него жизнь и велел владычествовать над всем творением. Это история о силе. Не путайтесь. Это не научная история. Это история о силе. Бог, которому мы служим, сотворил земли. Он может разделить море. Чтобы стать праведным, нам нужна сила Бога. Нам нужен не просто набор правил. Правила показали, что мы не способны их исполнять. Правила доказали, что мы не справляемся. Какими бы посвященными и решительными мы ни были, мы вновь ошибаемся. Нам нужна была помощь. Мы не можем освободить себя усилиями или желаниями. Грех, который запитал наши жизни, всегда приведет к разрушению, если не подействует сила Бога. Давайте откроем книгу Исаии, 59 главу, 15 стих. «И не стало истины, и удаляющийся от зла подвергается оскорблению. И Господь увидел это, и противно было отчам его, что нет суда. И видел, что нет человека, и удивился, что нет заступника. И помогла ему мышца его, и правда его поддержала его». Посмотрев на человечество, Бог сказал, что нет того, кто мог бы измениться сам. Поэтому его сила совершила спасение. Его праведность поддержала нас. «Вам больше нравится Новый Завет? Вторая глава Колоссанам? «И вас, которые были мертвы во грехах, каков результат греха? Смерть! И внеобрезание плоти вашей оживил вместе с ним, простив нам все грехи, истребив учением бывшее о нас рукописание, которое было против нас. И он взял его от среды и пригвоздил ко кресту, отняв силу начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собой». Какое событие в истории человечества сделало праведность доступной для людей то, что произошло на кресте? Это сделало силу Божию доступной для людей. Это не выборочно и не хаотично. Это не зависит от вашей национальности, акцента или счета в банке. В центре всего труд на кресте. На кресте произошел божественный обмен. Бог возложил на Иисуса безгрешного, совершенного, послушного Сына Божьего все наказание, которого требовала божественная справедливость за наше с вами бунтарство и безбожие, чтобы мы взамен могли получить все благословения за его совершенное послушание. Крест — это утверждение силы. Освободить нас от власти тьмы было нелегко. Это произошло не случайно. Бог отдал Своего Сына. В христианском календаре есть два основных праздника. Есть и другие, но основных два. Мы празднуем Рождество, признавая тем самым рождение Иисуса, Сына Божьего, во плоти, Он обрел земной костюм и стал одним из нас, потому что нужен был тот, кто все исправит. Иначе человечество распустилось бы настолько, что всех ожидало бы разрушения. Мы празднуем Рождество, вспоминая рождение Иисуса. Также мы празднуем Пасху, еще одно событие его жизни — его воскресенье. Но воскресенье предшествовало распятие. На грубом кресте Иисус понес наказание за наше непослушание, чтобы мы могли стать праведными. Помните 2-е послание к Коринфянам 5-ю главу? «Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертву за грех, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом». История Рождества и история Пасхи — это ежегодное напоминание о том, что сделал для нас Бог. Могу ли я предложить отмечать эти праздники с энтузиазмом? «Христиане вызывают у меня улыбку». Я отдал всю жизнь христианской церкви, так что я один из них. Но есть люди, которые меня очень удивляют. Я не праздную Рождество 25 декабря. Что ж, а мы празднуем именно в этот день. Вся страна откладывает свои дела, прерывает свой суетный забег и с радостью ест индейку. Иисус родился не 25 декабря. Это дата какого-то языческого зимнего праздника. Ну, возможно. А вот я в этот день праздную тот факт, что родился Иисус. Я не поклоняюсь деревьям, толстяку в красном костюме или оленю со светящимся носом. Меня это никак не трогает. Пасха — это вовсе не яйца, шоколад и кролики, несомненно. Это вы вкладываете в праздник смысл. Это вы придаете Ему ценность. Вы оживляете эту историю себя дома. Если наша культура что-то делает не так, то это потому, что мы, последователи Христа, не делимся посланием. Но не забывайте об этом ежегодном напоминании. Бог расставился по местам с тех пор, как начал учить Свой народ в книгах Моисея каждый год вспоминать, что для них сделано. Рождество и Пасха очень важны. На кресте произошло то, что мы с вами не могли сделать для себя сами. У нас нет истории отдельной от креста. У нас нет будущего без распятого и воскресшего Христа. Если кто-то, прикрывшись зонтиком христианства, говорит, что крест не важен, что Бог и мог не приходить во плоти, а Его смерть на кресте не требовалась, то знайте, что это не христианство. Мне не важно, что за человек об этом говорит и в какой церкви, во что он одет и насколько образован. Это не христианство. У нас нет будущего без распятого и воскресшего Христа. Это искупительный труд Бога, совершенный ради нас. Это сметает все барьеры. Мы слишком долго спотыкались о незначительной вещи. У нашей культуры есть привилегии. Моя жизнь изначально протекала христианской культуре. Не так давно, приехав в любой подобный город, вы сразу находили церковь на главном перекрестке. Все знали, что Бог приходит в церковь в воскресенье в 11 утра. И потому все шли туда. Не хотели остаться без Бога. Мы шли в центр города, находили там здание, видели, что через дорогу наши братья и сестры во Христе идут еще в одно здание и надменно думали, мы лучше их. У нас играют братья Уэсли. И причастие мы принимаем правильно. И перевод Библии у нас лучше, чем у них. О чем все это говорит? Самоправедность. Я лучше тебя. Потому что делаю вот так. Лучше всего об этом сказал Исаия. Моя праведность и все, что я могу, как запачканная одежда. Бог дал нам дар. Думаю, пришло время всем тем, кто стоит под зонтиком христианства, немного перешагнуть через себя. Если я в чем-то с вами не согласен, то мы оба пойдем на небеса. Я готов протянуть вам руку дружбы. Я не буду вас расстреливать. Я благодарен Богу за каждую церковь, которая чтит Иисуса, за каждую группу верующих, которая говорит истину Слова Божьего. Думаю, Патрик Хинни правильно сказал. Если бы мы не должны были быть вместе, мы жили бы отдельно. Наша история сконцентрирована на кресте, а не на нас. Крест дал важные результаты. А мы, большей частью, о них даже не знаем. Исайя очень красиво сказал об этом в 53 главе. Это мессианское пророчество об Иисусе. Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей и изведавшей болезни. И мы отвращали от него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили его. Но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. Обратите внимание, о каких переменах здесь сказано. Я изменю множественное число на единственное, а слово наше на мои. Так мне проще применять это лично к себе. Но он взял на себя мои немощи и понес мои болезни. А мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но он изъязвлен был за грехи мои и мучен за беззакония мои. Наказание мира моего было на нем, и ранами его я исцелился. Все мы блаждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас. На кресте что-то произошло. Это было проявление силы Божьей. Силы столь же мощные и радикальные, как в истории сотворения. События книги «Исход», «Исход», «Язва» и «Египта» и «Разделение Красного моря» стали писания лишь образом, тенью, иллюстрацией силы Бога, которая будет явлена на кресте. Я составил список того, о чем пишет Исаия. Он говорит о девяти составляющих этого обмена. «Иисус был наказан, чтобы я был прощен. Он страдал целесно, чтобы я был исцелен. Он стал грехом за мою греховность, чтобы я мог стать праведным Его праведностью. Он умер моей смертью, чтобы я мог разделить с Ним жизнь. Он стал проклятием, чтобы я мог принять Его благословение. Он забрал мою нищету, чтобы я мог принять Его изобилие. Он понес мой стыд, чтобы я мог разделить с Ним Его славу. Он претерпел мою отверженность, чтобы я мог разделить Его принятие. «Моя ветхая земная, плотская природа Адама была распята в нем, чтобы я мог обрести новую жизнь». Это могла совершить только сила Бога. Это основа нашей жизни в изобилии. Крест — причина того, что жизнь с Богом — самая лучшая жизнь. Крест — это причина того, что чем больше вас и Иисусом, тем лучше итог, потому что сила Бога действует ради вас. Вы не перемудрите злом. У вас не хватит решительности и фокусировки, чтобы победить его. В вашей сфере влияния нет достаточно помощников, чтобы одолеть зло. Нам нужна сила Бога. Зло уступит только еще большей силе. Силе Бога. Мы были освобождены из царства тьмы и введены в царство всемогущего Бога. Откройте первую главу Колоссанам. «Благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете, избавившего нас от власти тьмы и введшего в царство возлюбленного Сына Своего, в котором мы имеем искупление кровью Его и прощение грехов». Это не случайность, это законный обмен. Штраф был полностью уплачен, чтобы мы могли во всей полноте получить благословение о послушании. Но этому нужно соответствовать. Это не упадет на вас с неба. Как связать ваш опыт и эту истину? Как эта истина сможет повлиять на вашу жизнь и будущее? Это так просто, что это легко упустить. Нужно в это поверить. Нужно поверить. Важно, во что вы верите. Важно, как вы верите в Иисусу. Важно, какое место вы отдаете Ему в своей жизни. Я часто встречаю христиан, которые говорят, «Пастор, я знаю, что так говорит Библия, знаю, во что вы верите, но я верю не так. Я ценю вашу свободу выбирать, во что верить, но если ваша вера не совпадает со Словом Бога и Его приглашениями, я бы рекомендовал вам измениться. Не оставайтесь в своем упрямом бунте». «А я всегда был таким». «Я знаю, меняетесь». Это сложно. Да, это нелегко, это неудобно, неприятно и порой даже страшно. Но скажите Богу, «Если в моей жизни есть место, которое я занял мыслью, отношением или делами, которые отдаляют меня от себя, помоги мне это увидеть, чтобы я мог измениться. Он поможет потому, что любит вас. Жизнь с Богом – это самая лучшая жизнь. Смотрите каждую неделю нашу программу с пастором Алленом Джексоном, а также заходите на наш веб-сайт, где вы можете найти прекрасные ресурсы, которые помогут вам подняться на новый уровень вашей христианской жизни. Мы также просим вас подумать о том, чтобы поддержать нас в распространении этого послания по всему миру. Это будет возможно только с вашей помощью. Поэтому подумайте о том, чтобы стать нашим партнером. И если вы окажетесь в наших краях, мы будем очень рады вас видеть в церкви World Outreach в Мёрфисборе. А также вы можете ежедневно быть на связи с пастором Алленом Джексоном в соцсетях. Спасибо, что вы с нами и что являетесь частью этого служения. До скорой встречи в нашей программе с пастором Алленом Джексоном. Божие творение — это удивительное выражение Его изобилия. Оно удивительно по своему разнообразию, качеству и фантазии. Если Он ничего не пожалел для творения, неужели вы думаете, что Он не желает для вас блага? Бог предназначил нам жизнь в изобилии, даже среди трудностей. Но как? В этой серии посланий пастор Аллен исследует эти вопросы. Сделав пожертвование, вы получите серию посланий на шести дисков и книгу. Эти практические инструменты помогут вам жить в изобилии через Христа. Звоните нам по номеру, указанному на экране. Или заходите на наш сайт, чтобы получить свой экземпляр. Спасибо вам за поддержку служения Аллена Джексона. Вместе мы изменим мир. Божие творение — это удивительное выражение Его изобилия. Оно удивительно по своему разнообразию, качеству и фантазии. Если Он ничего не пожалел для творения, неужели вы думаете, что Он не желает для вас блага? Бог предназначил нам жизнь в изобилии, даже среди трудностей. Но как? В этой серии посланий пастор Аллен исследует эти вопросы. Сделав пожертвование, вы получите серию посланий на шести дисках и книгу. Эти практические инструменты помогут вам жить в изобилии через Христа. Звоните нам по номеру, указанному на экране. Или заходите на наш сайт, чтобы получить свой экземпляр. Спасибо вам за поддержку служения Аллена Джексона. Вместе мы изменим мир.